здравствуйте друзья светлана ну а я как человек который для истории снимает светлана делает пирожная картошка диетические такие да она будет делать что получится не знаю потому что даже не сумел найти это первая проба пера вот я у меня тут рецепт на моем это мобильном телефоне написан да написано что нужно взять 400 грамм овсяных лопьев 400 грамм но боюсь что здесь побольше чем 400 грамм ну допустим будет побольше потому что у нас творога все равно побольше мы взяли 200 грамм нежирного творога но в данном случае не было нежирного творога то есть нас получился партским милк это такой как бы творог ну вот и как под русском магазине можно было бы купить или как вы друзья там кто живет в отечестве привыкли покупать творог должен быть нежирный но вот вышел такой как есть будем работать с этим поскольку другого нет другого не было под рукой и мы пойдем разбираться дальше света по ходу дела читает рецепт значит ниже один стакан яблочного пюре да значит вот яблочное пюре я не нашла именно яблочного пюре но нашла детское питание и яблочное яблоко с опять же с овсянкой и с изюмом пюре потертые что ли да то есть она пюре и один стакан это вот я думаю что три пакетика как раз на один стакан у нас три пакетика вы видите друзья что мы в общем то не отклоняемся практически от рецепта четыре ложки порошка какао две столовых ложки о тебе придется сварить свежий кофе постой какао покажи вот куда вот это какао так тебе нужно сварить свареного свежего кофе сколько две столовых ложки помилуй где каждый ложки сделать две столовых ложки это надо крепкий кофе делать или слабенький свежесваренного не знаю так может растворимой нет написано свежесваренный все сварим сейчас так все ингредиенты от этого подожди и подзади на сухой сковороде хлопья добавьте в них корицу ой блин а мне нет корень а может быть и есть так хорошо корицы если нас есть есть у вас корица есть куда же нам обижали секунду они хотят чтобы мы сделали муку из этого могут нам не делать муку а при просто эти хлопья не написано обжарить там не написано сделать карбасе на сухой сковороде хлопья добавьте в них корицу. Когда смесь немножко остынет, измельчите ее в блендере. Так. Надо в блендере измельчить и получилась овсяная мука. Ну, давай сделаем. Надо сказать, друзья, что Светлана с детства очень любит пирожная картошка. И вот конкретно это, если вы думаете, что это мы уже сготовили, нет. Это я прикупил в русском магазине пару дней назад. Ну, точнее, их было два. Вы видите, их местного два. Их было два. Один мы из этих предметов съели в трудовом коллективе. Порезали на кусочки и съели, чтобы попробовать. Я вам скажу, все было бы ничего, если бы было пропитано коньячком нормально. Вот. Поскольку коньячком пропитано не было, мы его привезли на дачу и тут пропитаем коньячком. Поэтому в случае неудачи с диетическим пирожным картошкой, которая Света делает, у нас есть вот это не диетическое, которое мы можем удобрить в любой момент коньячком и скушать. Вот, друзья, сковородочка. Так. Так. У нас корица добавляется. Больше надо? Это для запаха. Это чтобы пирожное, картошка пахла корицей. Потом вот сюда добавляется корица. Так. Такими маленькими порциями. Это капсулы, это фактически. Это у нас такие, да. Суплементы. Добавки у нас есть такие пищевые. Это коробочки. Это чистая корица. Ну, вы понимаете, как она пахнет? Сейчас, нюхайте, пожалуйста. А, пахнет корицей. Ой. Ммм. Слушай, она пахнет, знаешь, как? Как яблочный пирог. Да. Как ты знала? Ну, потому что я знаю, что корицу сюда добавляют яблочный пирог. И яблочный пирог, поэтому пахнет корицей. Я понял. А кроме того, раз у нас яблочное пюре, то, наверное, наша пирожная картошка будет пахнуть вот так, как яблочный пирог. То есть это будет очень странная, конечно, пирожная картошка. Ну, посмотрим, дожить еще надо, Света, согласись. А что в сковородке на дне такое? Ты понимаешь, она не на дне, дело в том, что она же сухая, но пизмаку должна. Так, ну. А эта сковородка не пригорающая. Я боюсь, что это, конечно, сковородка... Так, а что там коричневая? Это что-то корица. Как же она на дно попала? Ну, она же в порошке, она рассыпалась здесь. Я боюсь, что это, конечно, в нашей сковородке на пользу не пойдет. Ну, да. Такое ощущение, что корица больше тяготеет к дну сковороды, нежели вот к тому, чтобы смешаться с порошком. В смысле, с... Что это у тебя? Это овсянка. Овсянка. Это у нас то, в чем будет потом все это молотиться, как бы основание нашего блендера. Давай, Света. Светлана из сковородки так переносит. Я бы, честно сказать, его держал над сковородкой в этот момент, да. Так технологичней будет. Возможно, что нам будет нужно два раза блендить. Да? Ну да, но если полное, оно будет плохо молотиться. Так. Ну давай еще одно. У меня же возникла идея перемолоть тут орехи. Еще орешки-то даже. Я думаю, хватит. Давай. Иначе она не будет блендиться. Еще. Все, пошли. Грецкие орехи. Чуть-чуть грецких орешков. Ну и оставим на вторую порцию тоже. Ну и полу. Так. Это оно же полное, потому что до сюда уже одевается. Все, все, пошли блондить. Так, а как оно теперь, оно закрывается, да? Теперь движок мы надеваем туда, да? Да, но он должен так-то закрывать. Закрывается он там, затягивается? Не уверена, не знаю. Ну, может быть и не надо. Вот так. Ну, явно есть результат, друзья, видимый. Да. Ну что, все? Да. Вот как бы мука перемелется, говорит, мука будет. Ну, ну, как так будет. Перемололи, стала мука. Пошли по второму заходу, да? Отмолотили, высыпаем муку. Муки много, богато. Значит, это мука, давай еще раз. Это мука с, можно сказать, овсяная, с корицей и с орешками. Да, я понюхаю. Понюхаю. Оно должно хорошо пахнуть. Ну-ка. Пахнет больше овсом, чем бы то ни было еще. Согласно рецепту, мы должны смешать яблочное пюре и творог. Ну, вот это наш, будем считать, творог. Жидковатый, значит, мы сейчас его просушим салфеткой. Что просушим? Творог, чтобы он не был. Я тебя умоляю. Да? Да, не надо. Ну, так оно может быть. Не надо, у нас там есть овсяная мука, она все впитает. Так. Так, теперь, дальше у нас есть яблочное пюре. И там еще сказано было завести, просто завести, сварить кофе. Давай, ты высыпь один пакетик сюда. Ну, три все надо. Правильно. Ты сначала сделаешь один. Это можно сказать яблочное пюре. Так. Пока Светлана добавляет сюда яблочное пюре, я пойду сделаю кофе. Сейчас мы, друзья, будем делать кофе. Значит, мы возьмем, ну, какой первый попадется. Такой возьмем. Бу-бух. Значит так, нам сказано кофе 2 столовые ложки, да, сделать? Да. 2 столовые ложки. А у меня тут есть три кнопочки. Вы видите, одна, вторая и третья. Третья побольше, объем кофе выдается, значит, это поменьше, а это еще меньше. Но, честно сказать, там ничего не сказано о концентрации. Значит, давайте сделаем побольше. Я всегда так сам пью, когда побольше, вот, чтобы не было, чтобы не было слишком крепким. Ну, Светлана. Я не знаю, значит, у нас две столовые ложки кофе, а не концентрата, поэтому пусть пока будет так. Вы слышите шум кофейной машинки, кофеварки, а Светлана заканчивает, да, это третий у тебя? Это третий пакетик. Так, да, давай, может быть, я последнюю штучку сам попробую слезнуть. Я думаю, что это очень вкусно. Вкусно, а то как ничего не осталось. Значит, я хорошо постаралась. Очень хорошо постаралась. Все ушло. Так, значит, написано было... Сейчас она очень жидкая, как застынет она или нет. Написано было вот это смешать, и кофе, еще коньяк нужен будет. Коньячок у нас есть. Коньячок есть. Давай, пока помешает. Давай, а я пойду за коньячком. Для усиления эффекта и для улучшения рецепта. Там есть какао, но этого мало, а мы добавим много. Потому что чем больше какао, тем вкуснее. Какао с коньяком самое милое дело. Я бы, честно говоря, добавил это прямо в блендер, а не вот так, чтобы рукой потом мешать. Весь смысл в том, чтобы оно было сухое и рассыпчатое. Я вообще не знаю, зачем здесь блендер. Так, как в блендер, он же сухой, Михаил. Все хорошо. Все, да, мы добавили пока что какао. Да. Хорошо. Я не хочу, честно, помешаю. Коньячок. Это, друзья, тяжелый коньячок Америки, французский. Вот эта бутыляка 750 грамм, она, значит, миллилитров. Стоит 20 баксов. Ну, вот как раз для готовки исключительно хорошо. Две столовых ложки. Да. Вот кофе. Тоже нужно будет две столовых ложки. Тогда мы с кофе начнем. Надо по рецептуть как. Понятия не знаю. Так, как хорошо оно чвакнуло. Слушай, Света, какой был звук. Сказочный. Раз, 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 роп. Так. Раз, раз, раз. Может, три, три, может быть, нет? Ну, потом, может, не... Хорошо. Ну, потом посмотрим, потому что оно может не застыть потом. А то вдруг потом коньяку не хватит. Придется добавлять. Так. Так. Теперь вот этой коньячной ложкой, не обмывая ее, прямо лезет в кофе. Остальное ты выпьешь. Хорошо. Надо будет долить туда еще коньячку, я туда выпью. Все. Ой, хорошо. Так. Ну, что же, друзья. Вот, пожалуйста, у меня остался кофе. Говорят, сейчас правила русского языка, Света, изменились. Ты знаешь? Да, я знаю, что кофе теперь оно. Да. А не оно. В наше время кофе был он. И поскольку все говорили оно, то это вот было, как сейчас, таким же камнем преткновения, как на Украине или вы ей. То есть вот гнобили народ за то, как они произносили. А теперь, значит, изменили правила. А теперь, значит, изменили правила. Ладно. Идем. Ты знаешь, у тебя получилась такая, я бы сказал, типа жидкой сметанки. Да, но я боюсь, что она не застынет. То есть этой жидкой сметанки гораздо больше, чем густой овсянки. Так. Ну, посмотрим. Будем позитивно к этому относиться. Так, что там дальше написано? Сейчас я почитаю рецепт. И вот, друзья, решительный момент. Мы, кстати, попробовали со Светой эту мазюку. Она действительно по вкусу напоминает пирожную картошку. Правда? Мне это напоминало, я бы сказал, так, творог, жидкий творог с какао. Но это не важно. Чем оно, собственно, и является. Включите воображение. Да. Все так оно туда. Раз, 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 раз. Это, жалко, у нас кошки нет. Она бы долизала. Представляешь, чтобы у нас была киска. Так, и теперь нам нужно вот это все перемешать. Так. Вот, ты знаешь, все-таки что-то такое в этом есть несовершенное. Потому что что-то мы с помощью техники делаем, а что-то руками, как наши бабушки и прабабушки. Ну, послушай. Да. Как мы знаем, в тестировании тоже не все можно автоматизировать. И не все нужно. Да, поэтому должен быть здравый смысл. Так. Ты знаешь, мне не кажется, что вот из этого можно что-то слепить. Этим можно растечься почему-нибудь. Ну, еще оно не размешалось все. Нет. Ну, давай. Ладно, размешиваем. Велено размешать до такого состояния, чтобы можно было слепить пирожное картошко. Это и есть, друзья, тесто для пирожное картошко. И дальше, когда пирожное слепится, его надо будет обволокнуть. Обволять. Обволять. Солнышко, как хорошее слово ты знаешь его. Ты вообще как бы... Обволять. Обволять в какао. Пока мы, друзья, тут хлопотали с пирожным картошкой. Мы сделали диетическим. Да, у нас в это время, значит, поступил сигнал электронный. В том смысле, что забирайте вашу запеканку. Вот у нас такая запеканка. Вот пусть пока стоит, остывает. А мы движемся дальше заканчивать пирожное. Вот и первый шарик, друзья, будущего пирожного картошка. Вот Светлана его тут присыпает как-то так. Какао. Чтобы оно не приставало к рукам. Чтобы не приставало к рукам. И так слегка, значит, его там подлепливают. Вот. И сюда, сюда. Давай. Второй шарик такой хороший. А мы сейчас еще вставим. Мне это напоминает, Света, как мы делали конфеты в свое время. В студенческие годы. Да, когда я был малютки. Да, из малютки, из детской смеси. Да, вот примерно такой же был процесс. Вот у нас кедровые орешки. И эти самые кедровые орешки оказываются на макушке нашего пирожного картошка. И мы завершили как бы первый слой, нижний слой, да, в этой посудке. Там еще будут сверху прямо, да? Они не прилипнут. Ну, и за счет какао они не прилипнут. Окей. Ну, вот, собственно, закончились наши усилия. Вы видите, кастрюлька пустая. Опустела, осиротела кастрюлька. Вот все, что получилось, отправляется в холодильник. А что, Свет, надо заморозиться, что ли? Не заморозить, но надо застыть каким-то образом. Причем там нечего застыть. Так, может быть, им застыть лучше так, чтобы вода испарялась, а не в холодильнике? Как-то... Это должно быть холодным. Это самое. Другое дело, что тут нечему застывать, понимаешь? Да. Обычно масло кладут для застывания. А тут нет масла. Тут нет масла, поэтому... Все, друзья, ушло на базу. Вот наша запеканочка. Ну, что, Свет, запеклась? Как ты считаешь? Ну, она не так сильно запеклась, но она безумно диетическая. Там вообще ничего нету. Поэтому даже удивительно, что она так... Там есть, давай так, там есть мясо. Дальше. Там есть мясо, там есть кабачки, баклажаны, лук. Это самое, что еще? Помидоры, сыр и отруби. Понял. Ржаные отруби, чтобы она не развалилась. Но отруби совсем немного. Поэтому немножко разваливается. А, и яйца еще. А жижа там от чего? А потому что оно натекло все, все стекло. Давай попробуем ее порезать и положить на тарелку. Отлично. Вот так выглядит то, что удалось перенести. Да, ну это овощи сплошные. Да, тут овощи, тут все такое мокренькое, подтекающее. В общем, вот осталось попробовать. Что, друзья, наступил критический момент. Будем пробовать. Горяченькая какая-то. Ну она же такалась все-таки. Ну да, да. Ну как пусто. Пытаюсь понять. Значит, что чувствуется? Чувствуется помидорчик. Мясо чувствуется. Сыр чувствуется. Но я бы сказал, что сыру и побольше бы не помешало. То есть, как бы я бы, я бы сказал, что сыром запеканку нельзя испортить. Такую овощную. Вся такая диетическая. Ну у меня уже слюнки текут. Я уже тоже хочу попробовать. Все, Светочка, тогда давай мы передадим привет нашим зрителям. И ты приступай тоже к традиции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова